Друзья, я включил запись, вы это все услышали, наверное, у меня просьба, моя обычная просьба ко всем, кроме ведущего, это я, и кроме выступающего, это Пархомов, всем остальным отключить свои микрофоны. Не обижайтесь, вы все будете слышать, но звуки ваши вот до нас тут не дойдут, мешать выступающему не будет, поэтому просьба Чижова, Евменинка, отключить микрофоны свои, вы все будете слышать. Я, то есть формально, собственно, вот Евменинка, я чувствую, не понимает этого, я его выключаю. Друзья, я начинаю формальную часть нашего вебинара, вот почему-то все время, к сожалению, это, возможно, с погодой связано, к сожалению, все время информация идет о том, что плохая проходимость сети. Вот, но тем не менее, надеюсь, что будет все нормально в ходе нашего вебинара, сейчас уже 36 человек. Сегодня, 1 декабря 2021 года, московское время 16 часов 3 минуты, и мы начинаем вебинар номер 9, осенне-зимней сессии семинара Климова-Зателепина. Вебинаром называем, потому что это в сети, может быть, когда через Zoom-систему, когда-нибудь, наверное, и в очном виде мы его продолжим, как продолжение семинара с Самсоненко Николая Владимировича. Во-первых, хочу поздравить всех с наступившей зимой, календарной зимой. В Москве у нас ночью выпал снег, и сейчас морозно, где-то минус 2-3 примерно. Ну, и это типичная зимняя погода для декабря. Ну, конечно, в Лос-Анджелесе там, наверное, 25 градусов днем. Ну, а вот на европейской части и в Сибири, наверное, у нас в России, наверное, похожая погода. Сегодня доклад Пархомова Александра Георгиевича «Ядерные реакции при низких температурах. Попытки объяснения. Предварительные результаты недавних экспериментов». Я вообще-то не хотел давать обычного своего такого какого-то введения, вот, но, потому что, ну, Пархомов Александр Георгиевич, он, по сути дела, один из руководителей нашего семинара, потому что он очень много помогает и очень советует и практически помогает. Вот, поэтому, как бы, что тут еще можно сказать? Поэтому хотел сразу дать слово, но потом все-таки подумал, что есть некие обстоятельства, которые хотелось бы, ну, хочу их озвучить. Они, может быть, помогут нашей аудитории лучше понимать, что мы сегодня услышим. Значит, дело в том, что вот Александр Георгиевич вот с этой идеей о трансмутации, низкотемпературной трансмутации, он, некого механизма низкотемпературной трансмутации, он начал на эту тему, конечно, размышлять давно, но практически такое движение у него началось, как я это понимаю, в 2000, примерно, в 2017 году на одной из наших конференций. Вот наши конференции обычные, ежегодные, которые была сейчас, правда, один год мы пропустили. Но там вот очень важный момент был. Дело в том, что там были предложены набор, обработанный компьютерным образом, огромное количество разнообразных парных взаимодействий, которые приводят к паре же элементов возникающих при низкой энергетике вот этого взаимодействия. Обработан огромный массив. Я, честно скажу, я отнесся к этой работе очень холодно тогда, потому что она мне показалась вторичной, потому что она повторяла действия Филиппова и Уруцкоева. Статья примерно 2000 года, в которой вот они эту идею высказали, то есть где-то лет там за 15-17 до этого она была высказана. Ну, Пархомов больший массив как бы смотрел. Поэтому я как бы, ну, она такая, может быть, не очень такая важная вот с этой точки зрения. Там, обращая внимание, там не было ни в левой части, ни в правой части уравнений не было нейтрино, ни антинейтрино. Это очень важно. Но вот, по-моему, это было на семинаре у Самсоненко где-то примерно в 18-м году. Один из последних семинаров Самсоненко очных. Там уже Саша высказал вот эту идею, такое вот парное, парное взаимодействие, но с участием уже нейтрино. Вот. И вот он эту идею стал вот… Саша вообще отличается от такой особенности. Он не бросает вопросы, а пытается их довести обычно до какого-то более-менее понятного состояния. И вот сейчас он уже работает. И вот это уже серьезное дополнение к тому, что сделали в свое время Филиппов и Уруцкоев. Кстати, Уруцкоев эту работу свою личную. Он ее очень высоко, выше даже, чем взрывопроволочек он ее оценивал. Вот. Ну, а вот в 20-м году уже опубликованном на нашей вот этой заочной конференции Зумовской Александр Георгиевич опубликовал свою работу, в которой уже вот эта идея, она активно обсуждается с нейтрино и антинейтрино. Вот. И это такое очень интересное направление, очень важное. Вот. Ну, это основа… Основой, вот, видимо, вот этих действий послужило то, что как-то стало все более и более распространяться в научной среде идея о том, что нейтрино имеют массу покоя. Ну, вот такое вступление я закончил, оно 5 минут продолжалось, и, возможно, участники, может быть, нашей конференции получше сегодняшнего вебинара получше поймут и вдумаются в то, о чем будет говорить Пархомов. Саш, я сейчас тебе дам, значит, вот право, свою демонстрацию. Да, вот я подключил. Пожалуйста, включай демонстрацию и начинай свою презентацию. Вот. Ну, значит, что я хочу… Для начала можно сказать. Вот, по-моему, правильное решение было принято организаторами, что можно выставлять не только такие уже устоявшиеся, хорошо проверенные результаты, но и результаты, которые вот в процессе, которые будут потом уточняться. И вот такие результаты, я сегодня о них расскажу. Но сначала, если я прямо с этого начну, я думаю, что многим будет непонятно вообще, откуда что происходит. Вот. Поэтому я сделаю некоторые введения, которые будут, может быть, достаточно большим, но тогда будет понятно, о чем идет речь и откуда все, что происходит. Вот. Ну, вот наша лаборатория опытно-конструкторская, она работает уже, ну, скоро уже 7 лет. Вот. И до этого я еще работал вместе с Юрием Николаевичем Бажутовым. Вот. И поэтому накопился достаточно большой опыт работы. И вот. И до недавнего времени, до недавнего времени у меня даже не было никаких идей, как это все может происходить. Но вот эти эксперименты были фактически поиском черной кошки в темной комнате. Но в конце концов накопился все-таки довольно большой опыт, и он позволил сделать некоторые обобщения, на основе которых уже можно было выдвинуть определенную гипотезу, которая, может сказать, позволяет идти уже так целенаправленно. Ну, больше всего было много всяких экспериментов, но больше всего сделано экспериментов с реакторами никель-водородными. Ну, всего было таких реакторов испытано более двух сотен. Ну, все они вот примерно выглядят таким образом. Внутри керамической трубки находится так называемое топливо. Это никель, порошок никеля. Вот. Это керамическая трубка окружена нагревателем из вольфрамовой проволоки. Это все находится внутри наружной керамической или кварцевой трубочки. Наполнено это или водородом, или смесью водорода и аргона, чтобы снизить теплопроводность. Ну, что еще? В первых опытах, как и у Росси, использовался, значит, для того, чтобы насытить никель водородом, использовался алюмогидрид литий, который при определенной температуре разлагался на поверхность порошка никеля. И потом происходило насыщение никеля водородом. Ну, вот это, видите, вот это топливо до того, как был запущен реактор. Вот эти пушинки – это вот такой никель, который обладает очень большой поверхностью. А это вот крупинки алюмогидридовития. А это вот после работы в реакторе. Вот это вот, значит, вот это вот слитки. Никель, он достиг такой высокой температуры, что он расплавился. Вот он здесь в виде капелек. Ну, и здесь вот шлак – это вот то, что осталось от алюмогидридовития. Ну, потом обычно мы стали использовать, не отказались от алюмогидридов, просто насосвещали газообразным водородом никель. Ну, для этого надо иметь определенную температуру, довольно продолжительное время. Ну, вся эта технология опубликована, и вы можете прочитать это в соответствующих статьях. Ну, что предполагалось вообще? Ну, это еще идет от отросси, от пиантели фокарди. Ну, вроде бы что должно быть. Ну, насытили никель водородом. Да, и он стал как-то водород реагировать с никелем. Ну, и там должно получаться медь, цинк там, и кобальт, ну, и в основном. А что на самом деле происходило? Ну, вот один из реакторов, допустим, он проработал где-то примерно 40 дней. Ну, топливо, порошок никеля, масса 1,8 грамма. Ну, в целом, вот он сделан примерно так, как это было написано на схеме. Ну, и что в конце концов оказалось? Оказалось, что появилась не только вот эти вот медь, цинк, кобальт, а на самом деле образовалось огромное количество разнообразных элементов. Здесь показаны нуклиды, содержание которых возросло более чем в 10 раз. Ну, вот видите, бора, содержание в 40 раз возросло. Что еще? Скандия возросло в 40 раз. Ваналии возросло в 78 раз и так далее. Мышьяка в 102 раза. Серебра в 13, ну, другой зато в 14. Ну, и так далее. Ну, конечно, вот очень много мы видим вольфрама, осмия, вот вольфрама, рения. Ну, это, значит, можно предположить, что они вышли из спирали. Но 38 раз, разные изотопы по-разному. То есть, в деле казалось, что все это должно происходить за счет того, что будет меняться изотопный состав никеля, если он реагирует, допустим, с ударом. Ничего подобного. Оказывается, что изотопный состав никеля в топливе до и после работы практически не меняется. Все изменения наблюдаются в нейронных материалах. Вот, ну, вот взять еще реактор, вот этот вот рекордный реактор, который проработал 7 месяцев при мощности до 1000 Вт, никеля порядка 1 грамма. И что, значит, обычно реакторы, они кончают свою жизнь, когда или трубка рассыпается наружной, значит, нарушается герметизация, или перегорает нагреватель. Ну, здесь он дошел до своего логического завершения. То есть, когда постепенно избыточная мощность спала до нуля. Если посмотреть, какая наработалась избыточная энергия, вот видите, к одному атому никеля, который там, значит, эхмела, это уж, конечно, далеко-далеко за пределами возможностей химических реакций. Это все на уровне ядерных изменений. Вот, ну, что там в этом реакторе получилось? Смотрите, вот, значит, здесь, если вот оно все спеклось, и в нем мы видим, ну, помимо никеля, конечно, титан, целеза, кобальт, кальций. В трубочке керамической, которая окружает его, мы видим тоже большущий набор элементов. Особенно много, от 1% содержания варзара, до 23%. То есть, алюминий-2О3 как бы превратился в какой-то, значит, в других местах реактора. Вот в альфраме обнаружилось довольно много гафния. Здесь была еще трубочка из карбида кремния. Вне там наблюдали мы, так сказать, ванадий, хром, галлий. Ну, в наружной трубочке мы видим галлий, марганец. Опять очень много кальция получилось. Ну, и прошел, вот видите, цинкалик, кальций, существенных изменений. То есть, как бы, собственно, не никель работает, а все это происходит, и энергоподеление, образование новых элементов, это происходит вот где-то вот снаружи. Ну, и надо сказать, что не мы, на самом деле, это не открытие. Уже в самых первых опытах, вот видите, опыты работы Кучерова и Самосиса Ватимова, вот я вижу ее на экранчике, вот она тоже слушает нас, в самых первых опытах уже было обнаружено огромное количество образований, были обнаружены, вот здесь вот вы видите, целый список разнообразных химических элементов. В этих первых опытах были обнаружены основные свойства явления, которые получило название Лена. Ну, здесь они написаны, эти свойства. Ну, и кроме избыточного тепловыделения, появление множества изначально отсутствующих элементов, появление изотопов, искажение изотопов, изменение. И зарегистрированные свойства надо было довольно чувствительную аппаратуру использовать, чтобы это обнаружить. Ну, и некоторые, даже слабая радиоактивность была обнаружена. Но, конечно, не такая, какая была бы, если бы это потом пошло таким образом, как это должно было быть в соответствии с тем, что мы привыкли иметь в ядерной физике. Вот, ну, вот Энергонива, это знаменитый эксперимент Лачаева и Иванова. Вот здесь тоже мы видим, что целый ассортимент появился новых элементов в дистиллированной воде. Смотрите, от лития до свинца. И, кроме того, вода обогатилась тяжелой водой и даже сверхтяжелой водой. Ну, что здесь? Больше всего появилось железо. Как оно может появиться? Вот напрашивается такая идея, что, смотрите, три молекулы воды, если объединяться в одно ядро, как раз и получится железо. Но при этом еще нужно добавить четыре электрона. Ну, если идут ядерные реакции с участием электронов, это реакции слабого ядерного взаимодействия. Если появляются, значит, электроны, обязательно они должны уравновешиваться нейтрино или антинейтрино, в зависимости от того, в какой они излучаются. Это действительно намек на то, что в этих процессах работают именно слабые взаимодействия. Ну, вот еще, например, можно привести в качестве примеров элементов. Вот здесь вот показано процент атомов химических элементов, которые образовались при взрыве титановой фолигии. Много разнообразных элементов. Ну, вы знаете, конечно, что Леонид Ирбекович, он впервые обратил внимание на то, что он видел это в фото-пленках, но на самом деле это более широкое явление. Образуются вот такие вот необычные треки, которые он назвал странным излучением. Ну, довольно неудачное название. Но, тем не менее, это название так утвердилось и до сих пор широко используется. И все остальное как-то не приживается. Вот. Ну, вот, как я уже сказал, это были поиски черной кошки в темной комнате. Но, тем не менее, вот накопилась масса экспериментальных результатов не только в наших опытах, но и, если учесть все другие эксперименты в этой области, можно вот какие-то, можно сделать такие обобщения, выделить важные особенности Ленда. Первое. Возникновение огромного разнообразия нуклидов не только в топливе, но и в окружающем веществе. Причем, преимущественно, образуются нуклиды, не обладающие радиоактивностью. Выделение энергии намного превосходящее возможности химических реакций. В процессе Ленда излучаются нейтроны и гамма-излучения. Однако, интенсивность излучаемой радиации намного порядков ниже, чем при обычных ядерных реакциях. Вблизи реакторов появляются необычные треки. Необходим нагрев до температуры порядка 300 градусов по Цельсию, если используется палладий витерий, или 1000 градусов, или и выше, если используется никель-водород. И необходима достаточно плотная среда, твердое жидкое вещество или плотная плазма. Исследуется это явление уже много лет и даже десятилетий. И, конечно, было много попыток найти объяснений. И как-то до сих пор не удавалось найти никакого удовлетворительного объяснения. Ну, несколько групп таких объяснений. Значит, сложность в чем основная? В том, что, чтобы, допустим, протон соединился с никелем или с каким-то другим веществом, нужно преодолеть так называемый кулоновский барьер, то есть два положительно заряженных ядра. Чтобы они сблизились, надо преодолеть, чтобы они имели достаточно высокую энергию, так как они на малых расстояниях сильно отталкиваются. И только на очень малых расстояниях уже начинают действовать силы сильного ядерного взаимодействия, и ядра могут целеваться. Но, тем не менее, вот одна из многочисленных, пожалуй, такие теории, они были связаны с тем, что были поиски того, как протон или дельтрон может преодолеть эту турах, и не где-то там в ускорителях, а и вот при таких температурах, которые близки к нашим обычным условиям. Второе. Протон превращается в нейтрон. Протон превращается в нейтрон, а уже для нейтрона нет кулоновского барьера. Этот нейтрон порождает цепочку ядерных трансформаций. Далее. В процессах Лен участвует в катализаторе. Но мы все знаем одну из этих теорий, которую проповедовал Юрий Николаевской гипотезетической частицкой, а может, и не гипотезетической каталии. Вот такая теория. Атом переходит в компактное состояние с выделением процесса, как бы атомный процесс. Это вот гидрина, здесь можно вспомнить. Или вот идеи, которые пропагандирует Алексей Лоптухов. И он считает, что вообще здесь никаких ядерных реакций не происходит. Ну и еще в конце концов, вот ядерные трансформаторцы, еще одна такая гипотеза, что ядерные трансформации связаны не с сильными, а с слабыми взаимодействиями с участием нейтрино. Всегда, конечно, когда вспоминают, что нейтрино, процессы крайне маловероятны, и к этому относятся насуха. Ну и когда мы думаем, что там, какие пытаемся теорию какую-то предложить, то надо гипотезу. Эта гипотеза должна объяснять не только какую-то одну сторону, например, то, что выделяется много энергии, и учесть также все остальные, чтобы эта теория не противоречила другим обнаруженным особенностям. Например, не должно порождаться очень много жестких ядерных излучений. Ну вот посмотрим, что происходит, например, вот с первой теорией, когда протон преодолевает кулонский барьер и сливается с ядром. Ну, можно представить себе вот такие реакции. Вернее, они могут, в принципе, происходить, если действительно протон сливается с никелем. Образуется, допустим, медь, другие изотопы никеля, кобальт. И вот в конце концов здесь образуются стабильные, действительно стабильные элементы, что и на практике мы наблюдаем. Но эти стабильные элементы получаются после того, как целые, так сказать, превращений происходят. Ну, во-первых, значит, когда протон сливается с никелем, обязательно ядро получается не только радиоактивное, но в сильно возбужденном состоянии. То есть, мы не можем... Мы видим, что здесь идут цепочки радиоактивных превращений, причем здесь идет бета-плюс процесс, то есть появляются позитроны. Позитроны. Позитроны, значит, 511 кФ. Ну, мы... Да, действительно, где-то кто-то видел эти, значит, эти кванты, но очень-очень используясь крайне чувствительную аппаратуру. То есть, вот это может быть и происходит, но крайне маловероятно. Если бы все процессы были связаны вот с этим, то излучение было очень сильным, и, значит, тем, кто находится рядом с этим, или, кроме того, как я покажу далее, были обнаружены лент процессов, в которых возрод и дейтерия вообще не участвуют. А слияние более тяжелых ядер, значит, при слиянии более преодолевается. Так что здесь в основном только... И вот второе направление. Протон превращается в нейтрон, для которого кулоновского барьера нет. Ну, всем известно, что нейтрон распадается на протон, электрон и нейтрино, выделяя энергию на целых 78 сотых мэла. Возможно, возможная обратная реакция, то есть протон реагирует с электроном и образует нейтрон, ну и еще должно участвовать нейтрон. Чтобы этот процесс протек, необходимо здесь энергию, которая, конечно, несопоставима с той энергией, которая обладает частицей при тепловом движении, при энергии там до нескольких тысяч градусов. Ну, все-таки были созданы теории, в которых предполагается, что такая реакция может пройти, идти при известной теории вида Муарсона, там какие-то участвуют тяжелые электроны. Или вот еще у нас Александр Владимирович Косарев, вот этот, посторонник этой гипотезы. Ну, что тут не проходит? Ну, самое главное то, что вот нейтрон, все они связаны с тем, что нейтрон захватывается ядрами окружающей среды, ну, и там, может быть, проходить цепочка захватов, в результате чего появляется, возникает комплекс новых элементов. Но что тут не проходит? Вот при захвате нейтронов практически всегда излучается очень много гамма-квантов. Вот смотрите, водород, если захватывает нейтрон, получается гамма с энергией 2,23 мэва. Никель при захвате ста тепловых нейтронов дает 267 гамма-квантам с энергией до 10 мэв. Алюминий при захвате ста тепловых нейтронов дает 600 гамма-квантов с энергией до 9 мэв. То есть вот если бы шел такой процесс, то мы бы вообще, вот те люди, которые находились бы рядом, они бы вообще живыми не остались, конечно. Но ничего вот этого нет. Ну, единственный, пожалуй, процесс, где не выделяется гамма-кванты при захвате нейтронов, это энергией реакции на боли. Ну, это вот, значит, такое, пожалуй, исключение, которое только... Ну, вот интересная была еще гипотеза о том, что на самом деле здесь работает не нейтрон, а динейтрон. Или вот динейтрон, как говорил Ратис, у него такая идея, что есть... Он и соединяется с электроном при участии нейтрина. И, значит, вот... Нейтрон, он может... Значит, субстанцией является и производит много ядерных изменений. Ну, примерно то же, о чем вот я уже говорил. Но это все тоже не может, не может обходиться без того, чтобы выделялось жесткое гамма-излучение. Так что вот эти все теории, по-видимому, являются... ...безперективными. Вот на то, что... ...на то, что... ...очень много разнообразных нуклидов обратил внимание еще Руцкоев вместе с Филипповым. Вот когда они еще работали в 90-е... ...начале 90-х годов. Дело или нет? Да, это уже начало 2000-х годов. Вот они делали свои эксперименты. Они тоже обнаружили, что огромное многообразие нуклидов возникает. И они пришли к выводу, что такое огромное многообразие нуклидов может возникать только лишь, если работают энергетически выгодные перегруппировки в коллективе нуклидов. Вот, и об этом Леонид Тербекович докладывал на 25-й нашей конференции. Вот я позаимствовал рисуночек из его доклада. Вот видите, вот эта вот кучка вот этих вот нуклидов, она может значит, а нуклидов связи значит, будет происходить из совокупность других более устойчивых нуклидов. С точки зрения закона сохранения энергии здесь все правильно. выделяется энергия, значит, возникает такая проблема, вот здесь они совершенно справедливо считаются, почему? представим себе допустим, ну, цели в процессе типа надо в одном месте, чтобы не только два ядра оказались, а что чтобы еще было и третье, ядро именно в это, маловероятно, то, что сбегутся куда-то там в одно время множество вообще выглядит совершенно здесь, но здесь такое может быть, значит, это это вот такой подход, он справедлив в том случае, если расстояние действия, вот тогда происходит процесс, но можешь представить следующее, что это тема как тема всех их вместе одновременно, то есть значит, представить представить два, ну, скажем, вот щелочь и кислоту, допустим, натриеваш и какую-нибудь лимонную кислоту, кислоту, порошки, потому что они не могут реагировать, а вот капнем водичкой, которая вот она вносит в эту систему вот то, что объединяет все это, и лимонная кислота, и щелочь, допустим, растворяются, и они реагируют, давая соль. Ну, примерно такое же себе можно представить, если что-то такое а вот какие здесь действительно открываются широчайшие возможности, если идут многоядерные взаимодействия. Вот смотрите, вот в наших реакторах широко использовался корун, то есть алюминий 2О3. здесь вот даже если посмотреть, что может происходить при взаимодействии 2О3. алюминий 2О3. алюминий алюминий хром, вот вот сейчас слышно, да? Да, да, все слышно. И видно, и слышно, да. Ага, хорошо. Вот он выступал у нас на 25-й конференции с докладом, и вот я позаимствовал такую картинку из его доклада. В чем тут дело? Они реагируют одновременно много нуклидов, что они могут возникать в результате много ядерных реакций. Вот видите, если, ну, конечно, при условии, что это является энерговыгодным. Вот такая картинка, то есть из более легких элементов, путем перетасовки нуклонов из более легких элементов получается совокупность элементов более тяжелых. То есть тут дефект массы, поэтому все это энергетически может происходить. Никакого противоречия с законом сохранения энергии тут нет. Но в чем тут проблема? Оно бы все хорошо, но мешает дело в том, что многоядерные реакции, вообще-то, они крайне маловероятны. И считается, что они вообще невозможны. Но почему это? Потому что вот если мы возьмем две частицы, которые должны провзаимодействовать, то они могут столкнуться, могут приблизиться на достаточно близкое расстояние. Ну, например, в результате теплового движения или в результате того, что они были ускорены в ускорителях. Это, значит, процесс, он идет, он широко используется. Но как представить себе, что в одном месте сойдутся не две частицы, а три частицы или даже больше частиц, это уже практически такое вообразить невозможно. И это считается, что именно вот такие многоядерные взаимодействия нужны. Но как тут, как можно тут, что может помочь решению этой проблемы? Дело в том, что не обязательно вот это вот все происходит, когда взаимодействуют частицы с короткой областью взаимодействия. Вот они действительно, эти частицы, не могут взаимодействовать одновременно. Но представим себе, что существует некое взаимодействие, которое охватывает вообще весь одновременно, весь этот коллектив частиц. Тогда вот они могут взаимодействовать. Ну, вот я привел такой пример, может быть, вы расслышали или не расслышали, что вот представим себе два химических элемента, два химических вещества. Ну, допустим, кислоту и щелочь. Ну, скажем, порошок, возьмем порошок натрия H и, скажем, порошок лимонной кислоты. Если мы смешаем их, просто вот эти порошки, то никакой реакции не будет, потому что эта каждая крупинка, она находится отдельно от другой. А если мы капнем вот на эту вот смесь капелькой воды, то сразу пойдет химическая реакция, потому что растворяется кислота, растворяется щелочь, перемешивается и происходит химическая реакция. Вот что-то такое можно себе представить, что может происходить на ядерном уровне. А вот это вот здесь демонстрируется огромные возможности, которые открываются, когда начинают работать вот такие многоядерные реакции. Вот даже вот то, что происходит, допустим, в корундовых трубках, алюминий 2О3, уже даже вот в этом моноизотопном алюминии, когда реагирует алюминий даже с алюминием, то может быть много-много различных, возникать новых элементов. Энергетически выгодно, и поэтому, в принципе, это может происходить. Возможно, реакции также кислорода с кислородом, кислорода с алюминием. И в итоге мы видим, что в корунде могут появляться железо, хром, кальций. Анализы вот этих вот того, что получается в наших реакциях, в корундовых трубках, показывают, что значительно возрастает концентрация именно этих элементов после пребывания корунда в работающем реакции. Ну, вот можно посмотреть, какие могут происходить реакции в никеле с насыщенным водородом. Но здесь мы видим, что вот эти вот реакции, они могут происходить особенно хорошо, если мы видим вот множество возникающих, значит, нуклидов, никель, другие затопы никеля, железо, значит, медь, никель, медь, кобальт. Ну, здесь довольно, я бы сказал, ограниченный набор элементов, что мы на самом деле и видим. Анализируем топливо, вот само топливо в реакторе, не оболочку вокруг этого топлива, а само топливо. А вот что может происходить, вот что может происходить в альфраме. В альфраме вообще происходить, может быть, огромные, более 40 лидов в ядрах в альфраме. Вот видите, что может получаться ртуть, свинец, платина, гафни, осмий, ну и другие элементы. Ну, кстати, у гафни мы видели, когда анализировали в альфрамовый скераль, после того, как реактор прекращал свою работу. Вот, ну, важно отметить, что вот здесь вот реакции с электронами, важно отметить взаимодействие с участием нейтрино. Ну, здесь нейтрино не опущены, но они в каждой из этих реакций, где есть электроны, они просто подразумеваются. Без этого ничего происходить быть не может. Вот, ну, уже выдвинуто несколько идей о том, каким же образом могут происходить многоядерные трансформации. Вот, ну, прежде всего, вот Рускоев и ряд других авторов, они предполагают, что здесь работают магнитные монополии. Да, действительно, вот магнитный монополий Лошака, он имеет довольно значительные размеры, и он может, поскольку у них небольшая масса, они могут легко генерироваться даже при соударении к частиц вещества. Ну, еще можно вспомнить вот капсулы с трансформатомами, вот Мушинский это проповедовал, магнитотороэлектрические кластеры, вот дубовик. Ну, а я вот, значит, занимаюсь гипотезой о роли нейтрино ультранистских энергий. Ну, здесь уже об этом подробно, подробно говорить, конечно, я не смогу, но все это можно прочитать. Уже опубликовано достаточно много статей, и вот особенно вот я рекомендую сборник работ «Проблемы холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии», материалы 26-го российской конференции. Вот вышла вот такая вот опубликована книжечка, сборник трудов, вы можете ее выписать и получить к себе домой. Ну, еще вот есть публикации в журнале «ЖФНН» и в журнале «Ренсит», причем эти публикации, они как на русском, так и на английском языке, вот можете с ними ознакомиться. Вот, ну, а вот почему, почему вот нейтрино? Вот нейтрино, именно это то, что может охватить взаимодействием огромные коллективы частиц одновременно. Область, известно, что размер области взаимодействия определяется длиной волны Дебройля. А вот у нейтрино, вот смотрим, цветом показано, что как это будет происходить, если масса нейтрино 1 электрон вольт, а синим это как будет происходить, если масса нейтрино равна нулевую. Сейчас вот, значит, пока еще твердо не установлено, какая величина у массы нейтрино. Ну, в пределах от нуля до электронного вольта. Наиболее вероятным пределом считается пока 0,28 электрон вольт. Значит, ну, на самом деле это для того, что мы, для нашего обсуждения это не принципиальное значение имеет. Вот смотрите, если нейтрино имеет энергию, ну, порядка гигаэлектрон вольт, то размер области взаимодействия, она меньше размеров наклона. То есть взаимодействовать нейтрино может только с одним наклоном. Вот, если порядка там нескольких сотен мегаэлектрон вольт, то взаимодействовать уже может нейтрино совсем с ядром, с атомным ядром. А вот если мы с ним будем понижать, понижать энергию нейтрино, при более низких энергиях, вот, порядка 10 килоэлектрон вольт, уже область взаимодействия нейтрино, она превышает размеры атомов. И снижаясь ниже еще, мы видим, что область взаимодействия, она становится еще больше. А вот если мы снизимся до, скажем, температуры частиц при тепловом движении, при комнатной температуре, мы видим, что здесь уже область взаимодействия, она вот простирается, охватывает 10, может быть, в 11, 10, 12 атомов. Такое вот, именно, то есть, получается, что нейтрино очень низких энергий, это именно то, что требуется для того, чтобы охватывать взаимодействием огромное число частиц одновременно, и там могут происходить такие вот ядерные изменения, многоядерные изменения. Теперь, ну это да, хорошо, но откуда же могут взяться такие вот нейтрино, поскольку взаимодействие слабо, их должно быть очень много. Но оказывается, что тут можно неструдно понять, откуда они могут взяться. Частицы, известно, что при столкновениях частиц могут рождаться частицы, частицы и античастицы, если для этого достаточная энергия. Ну, это широко используется в ускорителях. Значит, понятно, что практически все ускорители, до которых получаются новые частицы, они работают именно на этом принципе. Ну, а вот у нас, смотрите, если энергия нейтрино и антинейтрино меньше 0,28 электрон вольт, то они действительно могут образовываться уже не в каких-то ускорителях, а просто при столкновении частиц вещества, при их тепловом движении. Вот смотрите, вот видите, что мы можем увидеть вот на этом графике долю частиц, энергия которой больше полэлектрон вольта. То есть вот энергия, которая достаточна для рождения нейтрино или антинейтрино, если у них вот такая маленькая энергия. При комнатной температуре, значит, доли таких частиц ничтожно мала. Вот при температуре где-то полторы тысячи пальтерий уже видим, что такие частицы появляются, а при 2000 градусах уже их 10% таких частиц, но при более высоких температурах их еще больше. А таких столкновений очень-очень много. Особенно много столкновений в металлах, электронах с атомами и ионами. Вот их можно подсчитать, что их происходит 10-36 столкновений в секунду в одном кубическом сантиметре металла. Поэтому можно представить себе, что хотя бы даже вероятность того, что возникает нейтрино, антинейтрино невелика, все равно может получиться очень много этих частиц, и которые потом будут вступать в ядерные реакции обратного бета-распада или вот в такие многоядерные реакции и вызывать, значит, вот те изменения, которые мы наблюдаем в наших реакторах. Ну, вот здесь вот, значит, обобщается то, что может дать вот эта вот гипотеза об участии нейтрин в ядерных трансформациях. Она позволяет объяснить необходимость нагрева до температуры порядка 1000 градусов по Сельсию и вышке, то есть сообщение частицам вещества энергии не меньше десяток долей электроновольта. Второе – объясняет необходимость достаточно плотной среды. Ну и, конечно, объясняет возникновение большого разнообразия нуклидов не только в топливе, но и в окружающем веществе. Ну и, значит, можно также объяснить отсутствие или очень маленькой интенсивности жестких ядерных излучений. Ну, еще важно отметить, что в ядерных преобразовании с участием нейтрино нет проблем и кулоновского барьера. Там все происходит иначе. Ну, вот выводом из этой гипотезы является то, что металл является, если их достаточно хорошо разогреть, является источником агента, который будет происходить, который будет давать в окружающем веществе избыточное тепловыделение и, значит, порождать изначально отсутствующие химические элементы. Вот так был сделан целый ряд экспериментов такого рода. Значит, вот простейшим устройством, в котором есть металл при очень высокой температуре, являются лампы накаливания. Их очень удобно использовать для этих целей. Вот об этих экспериментах вы можете узнать опять-таки из сборника трудов нашей конференции, ну и из тех статей, которые вы можете увидеть в моей презентации, которые я демонстрирую. Вот один из экспериментов. Галогенная лампа накаливания находится внутри цилиндрического контейнера из нержавеющей стали, имеющей две стенки, между которыми, которые можно наполнять различными веществами. Вот, значит, вот эта вот лампочка, и она окружена цилиндрическим контейнером. Для того, чтобы узнать, сколько тепловой энергии выделяется из этого реактора, был использован проточный воздушный колориметр. Этот колориметр, калибровочные измерения показывают, что он позволяет определять мощность тепловыделения с ошибками не более 3%. Ну, что мы видим? Вот, если мы постепенно нагреваем пустой контейнер, вот, то при температурах ниже 2000 градусов тепловой коэффициент равен практически единице. То есть, тепла выделяется ровно столько, сколько поглощается электроэнергией. Вот, и даже на пустом контейнере, если температура поднимается до 2200 градусов и больше, начинается выделение избыточной энергии. То есть, энергии тепла получается больше, чем потребляется электроэнергия. Если мы пустой контейнер наполняем вот таким веществом, тетраборатом лития, то мы увидим, что тоже при температурах ниже 2000 градусов нет никакого избыточного тепла. Сколько электроэнергии потребляется, столько выделяется тепла. А при температуре 200-2200 градусов и больше, тепла выделяется значительно больше. И больше, чем при пустом контейнере. Вплоть до полутора, превышения в полтора раза. Но при более высоких температурах нити накала тепловой коэффициент начинает уменьшаться. С чем это связано? С тем, что избыточного тепла выделяется больше, но в то же время значительно быстрее начинается отбор тепла в результате теплового излучения. Потери на тепловое излучение растут в пропорционально четвертой степени, а избыточное тепло растет медленнее. Да, вот что интересно. Обратите внимание, что вот в этом веществе нет водорода. И в пустом контейнере тоже нет водорода. Тем не менее, эффект довольно значительный наблюдается. Вот еще один эксперимент. Вот такая же тоже 300-ваттная галогенная лампа была обернута лентой из сплава свинецового. Ну, если включить эту лампу, конечно, этот сплав тут же расплавится. Но чтобы он не расплавлялся, эта лампа погружалась в воду, и вода эта циркулировала и охлаждалась, и таким образом она не закипала, и температура была значительно меньше температуры плавления вот этого сплава. Ну, здесь, значит, этот опыт предполагал, значит, найти, обнаружить изменение элементного состава, поэтому продолжительность опыта была 40 часов, и вот что получилось в результате. Вот смотрите, это анализ химического состава происходил двумя методами. Методами рентгенофлюоресцентным и методом макс-спектральным, ICP-MS и, значит, CRF. Так, ну вот смотрите, тут не будем, у нас нет времени подробно все это рассматривать, но совершенно очевидно, что особенно сильно возросло содержание лития, бора, натрия, калия, алюминия, кадмия, железа, кальция, кобальты, серебра, вольфрама и рисмута. Ну, значит, здесь можно отметить, что в этих ядерных трансформациях водород тоже не участвует. Хотя вот вокруг находится вода, в которой содержится много водорода, но этот водород мог бы проникнуть только, мог бы как-то отразиться на процессах на самой поверхности вещества. Но вот метод ICP-MS, он предполагает анализ усредненный, то есть в глубине вещества. Но там тоже происходят аналогичные изменения. Ну и возникла мысль о том, что можно изменить конструкцию реактора в соответствии вот с таким представлением, что металлы являются источником, скаленные металлы являются источником из некого агента, который влияет на процессы, вызывает процессы ЛЕРНР в окружающем веществе. То есть раньше просто грелось топливо, а теперь достаточно нагревать, оказывается, что можно нагреть металл, окружив его теплоизоляцией. Эта теплоизоляция позволяет сделать нагрев с небольшими затратами энергии, а топливо, то, что мы называем топливо, можно расположить на периферии, и таким образом можно обеспечить интенсивный теплоотвод. Значит, вот несколько таких реакторов было сделано. Вот один из таких реакторов. Здесь в качестве нагревателя использована трубочка из карбидокремния, которая позволяет нагревать до очень высоких температур. Внутри находился порошок вольфрама. Значит, далее шла... Это было сжено теплоизоляцией, испористой, которая была насыщена водородом. И, значит, все это было заполнено смесью аргона и водорода. И, значит, вот происходил постепенный нагрев. Видим, как вот и в других случаях нагрев при низких температурах тепловой коэффициент практически равен единице. То есть нет никакого избыточного тепла. Далее при температуре вот 1200 градусов уже заметно избыточное тепловыделение. И, соответственно, появляется тепловой коэффициент, становится больше единицы. И избыточное тепловыделение нарастает по мере роста температуры вплоть до 1600 градусов. Ну, а тепловой коэффициент опять-таки начинает при какой-то температуре начинает с замедления роста. Ну, вероятно, из-за того, что очень-очень быстро начинают нарастать потери на тепловое излучение. Ну, это, наконец... Ну, а вот то, что я сейчас о чем сказал, об этом выносли... Все это вы можете найти в публикациях и подробно с этим ознакомиться. Ну, вот несколько слов о последних экспериментах, которые, значит, были сделаны с использованием вот такого специального реактора, который был сделан для того, чтобы можно было разнообразные эксперименты делать. Этот реактор, значит, имеет такую же галогенную лампу, о которой я уже говорил. Эта галогенная лампа находится в кварцевой трубе, через которую прокачивается дистиллированная вода. И вода охлаждается, проходя через теплообменник. Ну, поскольку эта вот трубочка находится в воде, а не в воздухе, то для достижения достаточно высокой температуры нити накаливания приходится повышать напряжение питания на лампе, ну, в данном случае до 320 В. Снаружи кварцевая труба обернута алюминиевой фольгой. Для того, чтобы не ослеплять, чтобы оператор не был ослеплен очень ярким светом, и чтобы этот свет, яркий свет не влиял на, значит, те устройства, которые будут расположены около этого реактора. Особенность этого реактора в том, что он может работать непрерывно на протяжении многих суток, причем температура около реактора остается близкой к комнатной. Но этот реактор, в частности, использовался в качестве источника странного излучения. Вот здесь мы работали совместно с Жигаловым. Ну, и для исследования эффектов близко расположенных объектов. Вот этот реактор более в таком крупном плане. Здесь протекающая вода, кварцевая труба снаружи, ну, алюминиевая фольга. Ну, и вот снаружи мы располагали контейнер с веществом, которое надо было исследовать. Ну, и в контейнере находился термистер для того, чтобы можно было измерять температуру. Ну, что происходит, когда мы включаем лампу? И когда происходит выделение тепла в контейнере? Ну, понятно, что прирост температуры, он прямо профессионален мощности тепловыделению, длительности нагрева, ну, и суммарной теплоемкости контейнера и вещества, которые сюда насыпаны. Ну, это идеально. Реально одновременно происходит охлаждение, поэтому вот когда лампа включена, происходит быстрый нагрев, ну, температура несколько меньше, чем предельная, которая вот здесь вот обозначена. Ну, и после выключения лампы происходит постепенное-постепенное охлаждение. Ну, и мы смотрим, значит, перепад температуры между тем, как до включения лампы и что произошло в момент выключения лампы. Ну, вот здесь вот показано, ну, вот здесь вот много-много, значит, веществ было испытано. Ну, здесь для некоторых веществ подробно показано, какая масса контейнер, какая масса вещества, какие здесь удельные теплоемкости, какие, значит, суммарные теплоемкости, вот, и как перепад температуры за минуту нагрева. Вот видите, вот эффекты, они довольно большие. Какие-то ничтожные доли градуса, вот в пределах от 5 где-то до 8 градусов. Потом мы находим суммарную мощность тепловыделения и вычитаем из них, вычитаем мощность тепловыделения, которая происходит в контейнере. И получаем то, что какое тепло выделяется, связано только с тепловыделением в веществе. Ну, для того, чтобы было наглядно, вот, титан был принят в качестве такого некого эталона, и можно смотреть, какое тепловыделение, какие вещества, значит, лучше, какие хуже, легко найти вот эти вот соотношения. Вот, ну, здесь, конечно, очень много всего, но что можно заметить, и что, как бы, может быть, противоречит нашим таким предубеждениям, которые мы имели. Ну, например, относительно дейтерия и водорода. Оказывается, что дейтерий и водород, они дают примерно одинаковый эффект. Даже вот легкая вода, она больший тепловой эффект дает, чем тяжелая вода. Вот, ну, вот видите, что вот тяжелые металлы, особенно вольфрам, свинец, они дают небольшой тепловой эффект на единицу массы. Значительно больший тепловой эффект дают, вот прямо в 20 раз больше, дают вещества, которые, они имеют низкий атомный вес. Литий, значит, бор, кремний, углерод, бериллий. Вот эти элементы, они значительно лучше работают. Ну, это вот на единицу массы, но фактически это означает, что, значит, это можно и считать, что тепловой эффект, вот избыточное тепло на один нуклон, потому что вообще масса, она определяется практически полностью массой нуклонов. Вот, таким образом, вот видите, можно сделать вывод, что вот раскаленная нить, она излучает нечто, что выделяет избыточное тепло. Ну, что делать? Ну, запроси ведущего. Что? Перерыв конференции, попроси. Все слышно, все слышно. Все слышно? А, мне говорят не слышно. Как отключилось? Ну, что продолжать? А я уже сопираюсь не продолжать, а завершать. Давайте вот сделаем выводы. Одной из наиболее характерных особенностей ЛЕНР является огромное разнообразие возникающих нуклидов. Объяснить это многообразие можно, предположив многоядерный характер происходящих трансформаций. Многоядерные преобразования, возможно, происходят в результате слабых взаимодействий с участием нейтрино очень низких энергий. Нейтрино очень низких энергий могут возникать при столкновениях частиц вещества в процессе их теплового движения. Особенно эффективно при столкновениях электронов с атомами в металлах. Эксперименты показывают, что действительно раскаленные металлы порождают излучение, вызывающее тепловыделение в окружающем веществе и ядерной трансмутации. Наиболее эффективно эти процессы происходят в легких элементах – водороде, литии, боре и углероде. Ну вот спасибо, хоть и не все так гладко прошло, но надеюсь, хоть что-то вы уловили из того, что я рассказал. Спасибо. Спасибо.